Здравствуйте! Я хочу в этом уроке познакомить вас с глаголами английского языка. И я выделил вот эти занятия по глаголам английского языка в отдельную категорию, потому что знание глаголов в английском языке является самой-самой важной вещью. Это самые... те слова, которые нужно знать лучше всего и больше всего. Для того, чтобы учить глаголы, таким образом, каким я его хочу с вами учить, нам с вами понадобится немного узнать сам английский язык, как он работает. И я вам коротко об этом расскажу. Я буду сравнивать его с русским языком. Допустим, у нас есть предложение «Я люблю Машу». Это слово «Я», это слово «люблю», это слово «Машу». И, допустим, мы решим переставить вот это слово, это слово «Машу» сюда. Что же у нас получится? «Машу я люблю». Нормально, можно так сказать. Ну, вот сюда я захотел поставить слово «Я». Давайте, что у нас получится. «Машу люблю я». Здорово, это и так можно сказать. Ну, а если так? «Люблю Машу я». «Люблю Машу я». И так можно сказать. А если это как-то будет вот так, что ли? «Я Машу люблю». «Я Машу люблю». И так можно сказать. Да что ж такое. То есть, в русском языке, как бы вы не меняли части речи в предложении, у вас все равно получится какой-то смысл. И более того, эмоциональная окраска этого смысла будет меняться. Именно поэтому говорят, что русский язык – самый богатый язык в мире. Вы одно и то же предложение можете сказать как угодно, и оно будет звучать чуть-чуть по-другому. Не так, как предыдущий вариант. Теперь представим, что это английский язык. И по-английски у нас есть слово «I», есть слово «love», есть слово «Маша». «I love Masha». Все? Так нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Можно только так. «I love Masha». И я люблю Машу. И в этом прелесть английского языка, он простой. То есть, представьте иностранца, у которого менталитет, мышление завязано только на вот такое восприятие мира. Кто что делает. Очень информативное, очень такое сжатое восприятие, восприятие мира. И тут он начинает учить русский язык, в котором возможно сказать это как угодно. Просто они великие люди. Потому что на самом деле русский язык, вы начинаете понимать, что это действительно самый сложный язык в мире. Такого нет ни в китайском, ни в японском, вот только в русском языке. Итак, английский язык это язык денег, это язык экономики, язык науки, где важна, важна передача информации, важна передача фактов. Но это не значит, что английский язык скуден или беден. Это очень богатый язык. И английский язык очень богат метафорами, он очень богат переносами значений. В английском языке, ну, я не знаю других таких языков, в которых было бы настолько много каких-то говорящих слов, слов с какими-то историями. И этим он очень красив. И русский язык вот в этом отношении с английским даже рядом не стоял и не тягается, и не может тягаться. Итак, зная вот это, что английский язык это подлежащее сказуемое, кто что делает, мы можем начинать учить глаголы. Почему нам не надо начинать учить существительные, много существительных? Потому что вот на это место мы на самом деле можем поставить одно из местоимений. Вот смотрите, мы можем поставить сюда he, she или it. Словом it мы можем описать любой предмет. Я не знаю, как по-английски диван. Я скажу it. It. И что он делает? Диван. Я не знаю, как по-английски телевизор. Я скажу it. Пальцем ткну просто и скажу it. Я не знаю, как зовут вот того человека. Я скажу he. Да? Я не знаю названия животных. Я скажу it. Вы поняли концепцию, да? То есть эти три местоимения, he, she, it, описывают все предметы, всех животных и всех людей на планете Земля. Но нам нужно знать глаголы, потому что глаголы мы не заменим ничем. Окей? Также мы сюда можем поставить местоимения we, you, they, местоимения I и тому подобное. Итак, сначала нам нужно с вами познакомиться с глаголами. Глаголы мы с вами будем учить, показывая. Глаголы мы с вами будем запоминать, показывая. Будет перевод глагола, да? Но я вас очень прошу, когда вы со мной будете проговаривать глаголы, обязательно их показывайте. Ваше тело должно запоминать. У вас должна быть мышечная ассоциация, мышечная память с тем, что означает каждый глагол. И затем мы эти глаголы с вами выучим в контексте. Я вам покажу, как это делается. Это может быть очень забавно. Все зависит от вас, как вы это воспримите и используете. Окей, the first verb is to be. Be – это самый важный глагол. Глагол be – это быть. Мы будем учить глаголы в трех формах. Обязательно начинают глаголы учить в трех формах. Первая форма – это настоящее время. Вторая форма – это прошедшее время. И третья форма используется в куче других времен и в куче других конструкций грамматических. Она нам обязательно понадобится. Ну, а сейчас пока мы ее только выучим. Итак. Как же мы покажем глагол быть? Be – was, were, been. Окей? The next verb is beat. Beat – be bitten. Beat – be bitten. Beat – это бить. Beat – be bitten. Окей? Show me. Beat – be bitten. Обязательно показывайте. И проговаривайте. The next verb is become. Become – это становиться. Become. Стать красивой принцессой. Become. Become – became – become. Okay? Become – became – become. Now tell me, what is this? Be. Be was word been. Okay, now tell me, what is this? Become – became – become. And what is this? Be – be bitten. Very good. The next verb is begin. Begin – начинать. Я его покажу так. Как соревнования начинаются, да? Begin – began – begun. Begin – began – begun. Okay? The next one is bend. Bend – гнуть. Bend – bend – bent. Bend. Обратите внимание, в трёх формах, в двух формах, конечное согласное оглушается. Bend – bent – bent. Okay? The next one is bet. Bet – это спорить. Bet – bet – bet. Мы когда спорим, жмём другу. Жмём руку. Bet – bet – bet. Okay, so, please tell me, what is this? Beat – beat – bitten. Okay? And tell me, what is this? Bet – bet – bet. And what is this? Begin – began – begun. Very good. Okay? The next verb is bite. Bite – be bitten. Кусать. Bite – be bitten. Не проговаривайте перевод. Один раз я вам сказал, и хватит. Ассоциируйте глагол с действием. Bite – be bitten. Okay? The next one is blow. Blow – blue – blown. Blow – blue – blown. Tell me, what is this? Bite – be bitten. Good. And what is this? Blow – blue – blown. And what is this? Become – became – become. Good. And what is this? Begin – began – begun. Great. The next verb is break. Break – это ломать. У нас было bend, мы гнули, а теперь будет break. Break – broke – broken. Break – broke – broken. Okay? Show me – break – broke – broken. Покажите мне. Yeah, break – broke – broken. Okay. The next verb is bring. Bring – brought – brought. Приносить. Следующий глагол, который мы с вами возьмем. Build – build. Build – build. Build – build – build. Строить. Build – build – build. Обратите внимание, что у двух форм оглушается последняя согласная. Первое – build – build – build – build. Okay? So, build – build – build. Now tell me. Tell me. What is this? Bring – brought – brought. Okay? And what is this? F – blow – blow – blow. And what is this? Build – build – build – build. Okay? Very good. And the last verb, последний, is buy. Buy – bought – bought. Buy – bought – bought. Покупать. Buy – bought – bought. Okay? Эти глаголы учите вот вначале вот таким способом. Играйте с детьми, с теми, кто учит английский вместе с вами. В крокодила. Показывайте и рассказывайте эти глаголы. И сейчас я вам расскажу следующий способ, в котором вы можете выучить эти глаголы. Это способ, для которого не надо говорить по-английски. Для этого способа нужно просто представлять, как устроен английский. Кто? Что делает? И вот сейчас я начинаю придумывать историю. Это будет абсолютно нелепая история. И чем она более нелепая, тем лучше. Таким образом, вы можете либо сами посмеяться, либо насмешить друзей, знакомых. Если вы этого боитесь, вы в их присутствии не рассказываете такую историю. Но, одним словом, нам нужно использовать эти глаголы в истории. И вот я начинаю рассказать историю про Микки Мауса, допустим. Микки Маус – be – was – were – been. Микки Маус – be – was – were – been. Что это значит? Микки Маус – был. Микки Маус – есть. И обратите внимание, я использую все три формы глагола. Это важно. Вот в начале, для того, чтобы их выучить, используйте все три формы глагола. Комментарии вроде «человек привыкнет это делать и потом будет делать это все время». Нет, не будет. Не будет так. Ну, просто вот три формы. Итак, Микки Маус – be – was – were – been. Дальше. Дурналдддаг – beat, beat, beaten, Микки Маус. Дурналдддаг – beat, beat, beaten, Микки Маус. Дурналдддаг – break, broke, broken, break, broke, broken, Mickey Mouse. And Donald Duck bent, bent, bent Mickey Mouse. Like that. So, Mickey Mouse become, became, become Hulk. Mickey Mouse become, became, become Hulk. Помните зеленый такой супергерой какой-то? Become, became, become Hulk. And Mickey Mouse begin, began, began to beat, beat, beaten Donald Duck. Ну, такая вот у меня история, простите. Боевик, боевик. Okay, so, Mickey Mouse, Donald Duck, Minnie, Minnie, жена Mickey Mouse. Bet, 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 mini, bet, 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 100 dollars. She bet, 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 100 dollars. And Donald Duck, bite, beat, beaten, bite, beat, beaten Mickey Mouse. He, bite, beat, beaten Mickey Mouse. And then Mickey Mouse bring, brought, brought, Mickey Mouse bring, brought, brought a bomb, a big bomb. Okay? And Donald Duck, buy, bought, bought, Donald Duck buy, bought, bought. He, buy, bought, bought, this bomb. He, buy, bought, bought, this bomb. And Mickey Mouse build, build, build. Ну, возможно, вы не знаете слово house. Ну, что можно построить? Придумайте a school, a university, a hospital, больницу. Окей? Упс. А, мои слова, мои слова. Окей? And, 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 and... Дональд Дак... Blow, blow, blow on this school. Blow, blow, blow on this school. То есть, таким образом, вы начинаете... Вы видите, я практически не использовал никаких других слов. У меня было только имя какое-то и что этот человек, персонаж делает. Но это обязательно должно сопровождаться какими-то действиями, чтобы вы запомнили мышечна на физическом плане. Что означают все эти глаголы? Вы можете идти на кухню. Вы идете на кухню, вы берете что-то, там, кружку, и несете эту кружку в гостиную. И вы говорите, I bring, brought, brought a cup. А в дальнейшем мы выучим другие глаголы. Вы сможете, I drink, drank, drank, и так далее. Но пока так. Вы что-то гнете или что-то ломаете. Вы становитесь кем-то умнее или более красивыми. I become, became, become. I become, became, become a princess. Ей! Ну, если девочки, конечно, если девочки. Если мальчики, то это Prince. А лучше Hulk. И так далее. То есть, учить глаголы у нас, у меня, я так делаю. Есть другие методики, есть другие подходы. И они все отличные. Они все работают. Работают для разных людей, разные методики. Поэтому попробуйте. Как показывает мой опыт, люди выучивают вот таким образом глаголы очень быстро. Без напряга, без зубрежки, без запоминаний каких-то. То есть, у нас два способа. Первый способ. Это способ ассоциации и способ запоминания мышечного. Вы говорите глагол, три формы и делаете то, что этот глагол обозначает. И второй способ. Это способ запоминания в тексте. Вы должны эти глаголы употребить. С этими глаголами нужно составить какую-то запоминающуюся историю. Кто что делает, кто что сделал, что там происходит. Конечно же, контекст глагола в контексте вам будет запомнить намного проще. И как вы смогли убедиться, вам не нужно никаких особых знаний английского языка. Только местоимение и глагол. И что там происходило, что там кого бил, гнул, ломал и так далее. Ну, глаголы у нас такие мужские, такие экшен получился с Микки Маусом и Дональд Даком. Вы можете использовать любых других персонажей. Впереди у нас новые глаголы, впереди у нас новые упражнения. Мне было очень приятно сделать этот урок для вас. До следующей встречи. До свидания.